А спонсором этого видео решил выступить мой второй канал, где уже появился второй ролик, посвященный психопату американского происхождения. Ссылочку вы найдете в описании, переходите, подписывайтесь и не передавайте от меня привет. ВУДУ Данная картина появилась на экранах кинотеатра в середине 20-го года, а цифровой релиз состоялся спустя более чем год. Кстати, ровно через месяц, когда данный фильм дебютировал в российских кинотеатрах. И это уже второй подряд обзор на фильм, создатели которого сами нифига не понимают, что снимают, судя по всему. Ведь сюда, так же как и фильм «Требуется няня», напихали целую кучу всякой херни, которая вообще не вписывается в происходящее на экране. Демоны, дьяволы, параллельные миры, перемещение из одного тела в другое, мошенники, экзорцизм, проклятый дом, астрал и скримеры каждые две минуты фильма. Да, это все здесь присутствует, но давайте-ка уже начинать. Тащитесь с кухни, чего пожевать, усаживайтесь поудобнее, оставляйте несколько комментариев для продвижения ролика и давайте начинать. А начинается фильм с того, как главная героиня по имени Элизабет возвращается с фронта в свой родной дом, где ее встречает муженек Итан, сынишка Томми, не родная дочь Эмма и еще одна дочь, на этот раз родная Лили. Этой же ночью, без разминки, нас погружают в атмосферу ужаса, закидывая несколькими звуковыми скримерами, видимо, заказанных с Алиэкспресса, иначе я просто не могу понять, почему они ни черта не страшные. Ладно, проехали. Элизабет чет не спится и она направляется в гора, чтобы немного потягать железо. Там же она замечает, что какой-то член ее семьи вместо сладкого сна предпочитает торчать в гостиной, куда и направляется Лиззи, чтобы дать поджопник этому говнюку, но оказавшись в доме, она никого там не обнаруживает. Зато слышит какие-то стремные звуки и, естественно, слегка накладывает в штанишки, а после направляется проведать Лили, которую, оказывается, укладывает Итан. Это что? Тотемтики. Привез Гавайев. Местные считают, он приносит удачу. И, посчитав, что муженек немного двинулся кукухой, она отнимает у него дочь, а Итан, расстроившись, направляется к себе в кроватку. Гребаные американцы. Томми, что ты тут делаешь? Приглядываю за Лили, мам. Но маме, видимо, не очень нравится вуаристические наклонности Томми, и она гонит его скорее в кровать. День второй. Лиззи хочет отвезти свою семью туда, куда им нужно, но ее железный конь отказывается куда-либо ехать, поэтому ей придется его подлатать, пока семейка смотается по своим делам самостоятельно. Днем Элизабет решает уделить время своему сынишке, который, оказывается, у нас дохрена умный, и смастерил целый приемник, чтобы болтать с Итаном, когда тот спит. Что? Как такое возможно? Тесла сказал, что однажды мы сможем общаться с людьми в других измерениях. Элизабет направляется чинить свою тачку, как вдруг. Беги, сука! Беги! Но нет, Лиззи предпочитает чилить под машиной, которую держит ржавый столетний домкрат, и который вот-вот к чертям собачьим сорвется. Что же вы все такие тупые? И только когда Томми прибегает к ней с криками, что его укусила пчела, она решает выбраться из-под машины. Ну, во-первых, походу Элизабет просто обожает торчать под машиной, которую удерживает старый домкрат. А во-вторых, Томми, видимо, тот еще и экземпляр. Раз, имея аллергию на пчелиное жало, чуть ли не на регулярной основе, дает этим насекомым себя кусать. Ну, а если серьезно, какого хрена его так часто кусают пчелы? У них что там кто-то во дворе пчел разводит? Меня, к примеру, за всю свою жизнь всего раз кусала пчела, и это при том, что я вырос в достаточно солнечном месте, а ему каждую неделю делают инъекцию от аллергии. Блин, как так? Томми, тебя надо отвезти к врачу. В прошлый раз папа не возил меня. Скажешь, если почувствуешь себя странно. Хорошо. Теперь же, как ни в чем не бывало, Томми решает показать маме, о чем пишет книгу Итан. Кстати, да, он писатель. Ты знаешь, что демоны могут проникать в людей? Поразительно. Как ты до этого додумался? Это Медина. Женщина без лица. Жуткие вещи, да? Ну, глядя на лицо Элизабет, можно сказать, что она не на шутку перепугалась, хотя она вроде как военный врач, и напугать ее должно быть не так просто, но нет. Всякие куклы да вымышленные картинки ее пугают довольно сильно. Лиззи теперь отправляет Томми к себе в комнату, а после пустого разговора с супругом она заглядывает к своему сынишке. На следующий день Лиззи отправляется к психотерапевту, так как она страдает от ПТСР. Там же, сидя в приемной, она знакомится с неким Ричардом, который зовет себя исследователем паранормального. В общем, психотерапевт прописал ей пилюли, приняв которые, она направляется в гостиную, где слышит странные звуки из приемника Томми. А обернувшись, замечает, как со стены падает рамка с фотографии, и в отражении она замечает человека, но в гостиной никого не оказывается. И из-за этой ситуации Лиззи решает установить камеры наблюдения. На следующий день она снова слышит какие-то звуки из гостиной, но на сей раз чуть более приятные, ведь ее дочурка играет на пианино. Элизабет, конечно же, пользуется ситуацией и решает поболтать с Эмми по душам, но вдруг замечает, что ее дочь залагала. Сейчас будет нежданчик. Лучше присядьте. Эмма, что ты сделал? Звони в скорую! Но, но, в чем дело? Нахуять можно? Посмотрев на камеры наблюдения, Лиззи понимает, что у нее потекла крыша, но это понимает не только она одна, а еще и Итан, однако принимать какие-либо действия он пока не решается. В отличие от Лили, которая приглашает к себе домой Ричарда, дабы тот прогнал к чертям собачьих этих долбанных демонов, призраков или кто там не дает ей спокойно жить. Задавайте вопросы, пока я буду погружен. Во что? Увидите. Хью будет записывать все с этого момента. А погрузиться этот чувак решает в астрал. Тут кто-то есть. Что за хрень? Это иврит. Какой иврит? Это латыни или типа того? Я шесть лет в еврейскую школу ходил. Я своим глазам не верю. Чего же она хочет? Чего-то темного. Ваша семья в большой опасности. Дом надо тщательно очистить. Ричард со своим напарником покидает ее домище в надежде, что она их еще раз вызовет. Лиззи направляется в гора, чтобы взглянуть на камеры наблюдения, где видит следующее. Это гробанная подстава! Ты сука, наблюдатель! Теперь же подъезжает Итан с намерением увезти свою супругу на Гавайи, дабы привести ее башку в нормальное состояние. Поселились они, значит, в отдельном домике. И даже там Лиззи продолжают преследовать всякая чертовщина. И она считает, что это все дело рук Томми. Ты что-то утаиваешь от меня? Что происходит? С кем ты говоришь ночью по рации? Но пацан вообще не в курсах, что его мамаша вообще несет. Поэтому Элизабет решает отыскать некую кахуну, которая и дала Томми то самое заклинание. Однако Лиззи у нас большая любительница откладывать дела на потом и предпочитает продолжать сраться от всяких жутких явлений в доме. Через пару дней Томми решает отвезти свою маму на озеро и призывает ее туда нырнуть. И Лиззи, конечно же, его слушает. На охренев от происходящего, Элизабет тут же несется домой и приказывает своему муженьку собирать вещи, ведь отдых на Гавайях ей не понравился. Иди, ты не видела Эмму? Не могу ее нигде найти. Вот ты дома смотрел? Да. Ну а Элизабет у нас дохрена догадливая и считает, что Эмма торчит в подвале. Мама, помоги мне. Какой-то мужик требует, чтобы ты шла на звук кипящей воды. Она шла кипящий чан. Он хочет, чтобы ты привязала себя к столу. Да... Зачем? Скажи ему, я не стану выполнять его инструкции, пока не поговорю с ним. Сними маску. Захотелось проверить, как сильно ты меня любишь. Я не стану это терпеть. Мы уезжаем. Но стоило Элизабет оказаться на кухне, как она замечает, что Эйтан вообще не собирается никуда уезжать. Лиззи поднимается в комнату к Томми и видит, что пацан болтает с кем-то по рации. Там не я. Забери Томми и Лили и уходите немедленно. А как же Эмма? Это тоже не она. Кто-то объяснит мне, что за херня здесь творится. Оказывается, какая-то семейка забрала тела Итана и Эмми и хочет забрать еще и Томми и, собственно говоря, Элизабет, поместив нынешних владельцев тел в астральный мир. Отлично. Отлично. Дай-ка я запишу. Всего одно слово. Фигня. Лиззи пытается спрятать своего сына и тут в комнате появляется Эйтан с Лили в руках и главной героиней ничего не остается, кроме как сделать все, что приказывает этот шарлатан. И после этого их забавного ритуала они выливают на Элизабет целую кастрюлю воска, благодаря чему она попадает в астральный мир. Серьезно? В Астралии же начинается какая-то наркомания. Сначала Элизабет подергала за волосы какой-то чертовски грязный чувак. Потом за ней побегала немного та самая стрёмная кукла, ну а следом уже она начала гнаться за целом мать его дьявола. Ну-ка, ещё раз. Для тупых. Дьявол немного охренел, что какая-то женщина стала щемить его на его же территории и он взял яйца в кулак и начал гнать по астралу уже Элизабет. Но дьявол в Астрале довольно ограничен в своих способностях и если перед ним закрыть дверь, то всё, но ничего сделать не сможет. Очень странно. В комнате Лиззи обнаруживает окошко, в котором можно заметить Томми и Элизабет просит его поменяться с ней телами, дабы она сама дала звездюля этим долбанным любителям воровать чужие тела. Томми, конечно же, соглашается и вот Лиззи уже находится в теле своего сына. Однако чувак, находящийся в теле Итана, не слишком дурак и притаранил в подвал пчелиный улей. Но Лиззи у нас дохрена смышлёная и со скоростью света умудряется зафигачить себе защиту от пчёл, устроить пожар и вылезти через форточку. На дым в подвале, естественно, прибежали фейковая Элизабет и фейковый Итан, а оригинальная Элизабет в это же время заперла их там же. Следом она даёт люлей Эмми и везёт её к Кахуне. Я служила в Марджи. На девочке возраста моего сына был надет пояс смертника. Я её застрелила, когда она нажала. И Кахуна такая после этого... Ок. И пошла помогать этой семейке со сложившейся ситуацией. И пока они там оба чертовски заняты, Итан и Лиззи сваливают из подвала, поэтому загнать их обратно несётся Томми, где отхерачивает их обоих, а после Кахуна, собственно говоря, возвращает тела их законным владельцам, и жили они потом долго и счастливо. Не всё так просто. Кстати, да, Кахуна слишком увлеклась телами Итана и Элизабет, из-за чего вообще позабыла про Эмми, тело которой захватил какой-то демон и угрожает Лиле. Пожалуйста, оставь Лиле в покое. А демон оказывается довольно покладистым и без проблем отдаёт дочь Элизабет обратно. Но угрожать младенцам это как-то не по-демонически, верно? Ладно, не будем углубляться в кодекс демонов, ведь фильм ещё не закончен. Кахуна ни в какую не может изгнать демона из Эммы, поэтому на помощь приходят старые добрые кулаки. Отвесив пару-тройку хорошеньких ударов бубен, Элизабет обездвиживает Эму, пока Кахуна там продолжает колдовать. Но всё пока безуспешно. Лиззи решает, что Эму нужно отвезти на озеро и там утопить. И Эмми, судя по всему, эта идея по душе. Но Кахуна не может просто так взять и смотреть на то, как умирает молодая девушка и приносит в жертву себя. После чего способом Лети удается высосать всю воду из лёгких Эммы и, собственно говоря, спасти. Теперь они действительно будут жить долго и счастливо, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лили не научится ходить и говорить. Вот мы и посмотрели крайне странную картину. Я даже не знаю, что сказать по итогу. Вроде идея фильма неплохая, но и не оригинальная. Вроде реализация этой идеи тоже не самая плохая, но в то же время и не самая хорошая. Фильм я бы назвал средним на 5 баллов из 10. И, как по мне, это вполне себе достойно, ведь картина на один раз. Посмотрел и забыл, как, собственно, и бывает зачастую в современных хоррорах. Я могу порекомендовать его к просмотру. Но будьте готовы к тому, что скримеры вас ждут, как я сказал во вступлении, каждые две долбаные минуты фильма. Ну, а на сегодня у меня всё. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вам нравится. Ставьте комментарии, пишите лайки и услышимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok